Сергей Борисович, в одном из наших последних интервью вы сказали такую вещь, что в какой-то момент, мне кажется, это было отнесено к времени примерно после американских выборов, но еще перед сбором Ж-20, что мы могли принять мир на невыгодных для нас условиях. И безотносительно даже военных действий с обеих сторон, какова вероятность и вообще какое сценарное пространство того, что вот такие вот попытки нащупать слабину, качнуть какую-то сценарную ситуацию в свою сторону, они будут еще делаться, и что это может быть? У Асприна в серии романов «Миф» Скиф как-то говорит о Азу. Ты мне говорил, что мафия может прийти к нам за своими деньгами. Нет, Скиф, я этого не говорил. Как? Я сказал, мафия обязательно и все непременно явятся к нам за своими деньгами. Так вот, таких попыток заключения мира будет много, обязательно и все непременно. В данном случае можно сказать о том, что нам, в общем-то, уже один раз повезло, что мир заключен не был. Я говорил о ситуации между выборами в США и Ж-20 после потери Херсона, как о ситуации, когда вполне мог возникнуть мир на невыгодных условиях, но при этом не являющиеся прямым поражением Российской Федерации, прямым формальным поражением. И эти условия были известны. Линия под Днепру, замораживание ситуации Донецка, Луганска и Крыма на нынешних условиях, то есть, как сейчас проходит линия фронта, не признание этих территорий российскими, но и не очищение этих территорий в пользу Украины. И вполне это могло пройти. И вот здесь нужно иметь в виду очень простую вещь. Давайте на секундочку представим себе, что Зеленский соглашается на эти условия. При этом он получает не просто мир. Он получает ситуацию, когда Украина в течение 9 месяцев под его руководством успешно защищалась от страшной российской агрессии. И фактически сохранила то, что она имела до войны. Да, конечно, не все сохранила. Да, Мариуполь потерян. Да, есть еще потери. Но они очень незначительны. И с этой точки зрения Украина может рассматривать себя справедливо, как победитель, уж по крайней мере морально-то это точно, данной войны. Кроме всего прочего, в подобная ситуация мир будет неустойчив. Ибо ни Донецк, ни Луганск, ни Крым здесь не приняты как окончательная точка. То есть, владение Россией этими территориями не принято. В то время как возврат Украины и Херсона принят как уже момент международного права. То есть, в этой ситуации Россия не имеет возможности начать следующий такт войны. Украина же имеет возможность начать такой такт войны в любой удобный для нее момент. С этой точки зрения возникал мир для России крайне неблагоприятный. Но, с другой стороны, его можно было формально назвать пристойным миром. Ну, то есть, своих почти не бросаем. Да, конечно, Херсон, где, между прочим, идут санации и расстрелы. Но, тем не менее, в основном не бросили. Да, в общем, формального поражения нет. И, тем не менее, ни одна из целей операции не достигнута. Следовательно, перед нами четкое поражение. И желающих заключить мир на этих условиях было достаточно много. Кто-то даже сказал в интернете, что если российские элиты построят в четыре колонны, то три из этих четырех колонн будут пятыми. Мы с этим столкнулись. Дело в том, что, первое, среди российских элит есть немало элит, которые просто, даже не в плане предательства, а в плане своего изначального позиционирования, находятся на либеральных глобалистских позициях. Да их туда так набирали. Ведь, когда эти элиты создавались, собственно, глобализация была на подъеме. И в российские элиты кооптировались практически преимущественно представители глобализационной картины мира. Но вот мы сейчас много говорим о кризисе глобализации. Эти элиты, они чувствуют какую-то поддержку извне? То есть, кто их на самом деле сейчас поддерживает? Не занимаются ли те товарищи своими проблемами? Безусловно, занимаются своими проблемами. Но эти люди сформировались в условиях, когда существует только единый глобальный мир, единое глобальное разделение труда. И исключение из глобального мира является самым большим несчастьем с их точки зрения, которое может случиться со страной. И в этом плане они, безусловно, хотят вернуться в глобальный мир и абсолютно отказываются понять, что этого глобального мира уже нет. И что конфликт между Россией и Западом лишь один из многих конфликтов мира, который сейчас разваливается в наших глазах. Но хотят-то они туда. И их достаточно много. Далее, смотрите, это первая категория элит. Вторая категория элит, которые хотят мира. Вообще говоря, в любой стране всегда имеет место быть очень сложные отношения между грубо-военными, грубо-экономистами и грубо-дипломатами. Понятно, что на самом деле гораздо больше здесь ширина спектра, разнообразие, но вот эти три позиции, они представлены всегда. Безусловно, в начале войны на очень большом подъеме находились военные. Сейчас военные находятся в очень сложной ситуации. В общем-то, ни одной крупной победы с начала военной операции, кроме ее первых дней, когда противник еще точно не успел начать оказывать сопротивление, ну, можно, наверное, только Мариуполь поставить в реальный актив, как хорошо проведенная и успешно завершенная операция. Более ничего нет. И с этой точки зрения, часть военных, по крайней мере, часть военных, сейчас находятся примерно перед подобным выбором. Ну, смотрите, можно быстро заключить мир, после чего военные смогут прекрасно разыграть партию, что они были близки к победе, но политические решения не дали им возможности проявить себя. Да, безусловно, было бы лучше для них выиграть, то есть одержать большую победу и мир после нее. Но если представить себе, что часть военных в эту победу уже не верят, и ее уже особенно не ждут, тогда, конечно, они будут сторонниками мира, которые, безусловно, позволят свалить окончательные результаты на тех политиков, которые не дали армии выполнить свою задачу. И не надо думать, что таких военных мало. Мы говорили в нашем предыдущем ролике о том, что поражение русской армии, а в данном случае я скажу не только о Херсоне, хотя прежде всего о Херсоне, заставляет ставить вопрос о том, а все ли хорошо, собственно, в Министерстве обороны, все ли хорошо в Генштабе, все ли решения принимаются правильно. И здесь могут понадобиться очень серьезные изменения в армии. А понятно, что если часть армейских офицеров, безусловно, хотела бы этих изменений, за них выступают, то верно также и то, что это далеко не все, и далеко не все находящиеся на высших должностях. Поэтому среди военных будут две партии, и одна из них, безусловно, будет сторонником переговоров, хотя никогда вслух это не признают. Экономисты. С ними все еще сложнее. Они экономисты, а не хозяйственники. А это означает, что они опять же формировались в условиях представления о рынке. И о том, что исключение из рынков эквивалентна экономической катастрофе. Они пока не могут себе понять вообще, что происходит. Поскольку то, что получилось, вообще-то не оправдывает их расчеты. Да, в России очень много проблем, но если мы смотрим на уровень экономического роста в странах Европы, то мы обращаем внимание, что там тоже все сильно нехорошо. И если Польша демонстрирует очень приличный уровень роста, то локомотивы европейской экономики, Германия, Франция, Испания, находятся на спаде. Либо на нулевом росте, либо на формальном спаде. Страны Прибалтики имеют инфляцию свыше 20% за год. Вообще-то это уже инфляция катастрофического масштаба. Инфляция идет в Германии и Франции. Очень серьезный кризис в Великобритании. Короче говоря, опыт пока показал, что за прошедшие 9 месяцев в общем пострадали все. Но я бы сказал, что проблема в России на этом фоне выглядит даже меньшими, чем проблемы Запада. Они, экономический блок, этого не понимают, в это внутренне не верят. И ожидают, что российская экономика в любой момент прекратит свое существование полностью вследствие разрыва существующих цепочек. И как они говорят, да, мы какую-то часть их восстановили, но наши противники продолжают работу и в конце концов они все это нам прикроют. Это безусловно так. Здесь возражать нечего. Действительно, нам все это прикроют. Но в ответ на это, естественно, Россия, продолжая свои контрсанкции, тоже ликвидирует все вторичные возможности, например, для перераспленирования тех же углеводородов, зерна и удобрений. И, опять же, плохо станет обеим сторонам вопрос, кому станет хуже. Он достаточно загадочен. Тем не менее, безусловной мечтой экономического блока является мир на любых условиях. Практически на любых. И это вторая группа, которая к этому готова. Кто не готов к миру? К миру совершенно не готов военно-промышленный комплекс. Ибо, если мир сейчас заключит, во-первых, прервется достаточно много дорогих контрактов. Во-вторых, безусловно, на ВПК будут сваливать поражения в войне. Не хватило беспилотников, не хватило артиллерийских систем дальности свыше до 30 км, 30+. Не хватило того, не хватило сего. И правильно, они в этом, безусловно, виноваты. Но они-то как раз за эти 9 месяцев довольно многое сделали. И, между прочим, в течение этих 9 месяцев поставка нового вооружения в российскую армию оказалась сравнимой по масштабам, а в основном больше, чем поставки западного вооружения в армию Украины. С этой точки зрения, ВПК заявляет, мы только начали развертываться. И мы готовы будем вот-вот предложить гораздо больше и гораздо лучше. И они, разумеется, в этом плане ни в коем случае не согласны на мир. ВПК будет продолжать двигаться до конца. У них вариантов почти нет. Что у нас есть еще в данном случае? В принципе, сильных-то структур, а есть еще МИД. МИД находится в достаточно сложном положении. Во-первых, его вина в поражениях в общем заметна. Да, она не первая очередь, не первостепенная вина. Да, всегда в военных поражениях сначала виновата армия, потом военно-промышленный комплекс, а затем экономический блок и лишь в самую последнюю очередь дипломат. Это правда. Но и в этой последней очереди у них есть своя доля вины. Но у МИДа другая ситуация. МИД очень обеспокоен. И в данном случае я его беспокойство великолепно понимаю, что пока Россия теряет время в Восточной Европе, начинают ухудшаться ее реномы практически во всем мире. И дело здесь не в Западе, с которым, судя по всему, отношения испорчены всерьез и надолго. Дело здесь как раз в Востоке. Россия сама является во многом их отношениях восточной страной. В том плане, что наш культурный код четко говорит о необходимости победы для обоснования легитимности законности власти. Но в еще большей степени это касается Востока. И для Китая, и для Индии затягивание войны крайне неприятно. С их точки зрения, это говорит о слабости России, а Восток не приемлет слабости. Ни чьи, ни в какой ситуации. И МИД не без основания говорит о том, что в дальнейшем ситуация в наших отношениях с Китаем, Индией, Турцией, даже, возможно, Ираном в каких-то вариантах может ухудшаться. А ситуация в Закавказье и Центральной Азии уже сейчас является для России попросту плохой. Особенно с учетом того, что Пашинян пригласил американцев для подготовки армянских войск, хотя Армения формально все еще члена ДКБ. Ну и Турция уже кое-что тоже сделала относительно страхования российской нефти. Так что действия в эту сторону идут. Но я бы хотела вернуться все-таки. Прежде чем мы вернемся, еще один момент. Но, что любопытно, МИД, хотя вообще в норме для МИДа война всегда хуже, чем мир, и даже самый плохой мир для любого МИДа любой страны лучше самой хорошей войны, но как раз с учетом ситуации с Востоком МИД сейчас не готов к заключению мира, ибо понимают, что сегодня, сейчас, после Керсона, любой мир будет рассмотрен нашими, ну я сформулирую так, союзниками их назвать нельзя, но и противниками они являются, нейтральными восточными странами, как свидетельство поражения России, со всеми вытекающими отсюда для России последствиями. Поэтому, как ни странно, МИД не будет сейчас выступать за заключение мира. Вот теперь я готов ответить на следующий вопрос. Да, мы просто обсудили внутреннюю ситуацию, хочется вернуться именно к внешней, то есть поскольку 9 месяцев прошло, и исходя из стратегических циклов, мы переходим на следующий срок, а это довольно длительная уже ситуация, и в течение этого времени, соответственно, будут предприниматься вот эти вот попытки заставить Россию заключить тот или иной мир. Соответственно, хочется узнать именно про мафию, как она придет, когда она придет, то есть что это может быть, какие еще есть окна возможностей, какие-то неопределенности, которые они могут использовать. Да, неопределенности есть. Ну, во-первых, надо сказать, что если мы выходим сейчас из 9-месячного ритма на ритм 2,5 года, то есть уже на ритм мировых войн, то, в общем, это означает, что мы потихонечку этой войной фактически впечатываемся в предвыборную кампанию в США. То есть в этом случае мы не решим войну до выборов в США. Что это означает? Это означает, что Америка, которая сейчас расколота, и она будет оставаться расколотой все это время, расколотой по всем возможным вопросам, одним из этих вопросов выберет и Российско-Украинский фронт. При этом нужно иметь в виду следующее. Республиканцы ни в коей мере не могут быть нашими союзниками, но в данных условиях они будут жесткими критиками демократов, которые будут стремиться к продолжению этого конфликта и в конечном счете к полной победе Украины. Это как-то напоминает ситуацию вьетнамскую? Нет, здесь совершенно другая ситуация. И для республиканцев, и для демократов наше поражение в войне с Украиной настоящее поражение, полное, когда Украина получает мир на своих условиях. Напомню, что это возвращение всех территорий, плюс репарации, плюс военный суд. Для обоих сторон в Америке это более благоприятно. Но в условиях того, что сейчас по любому вопросу, даже по вопросу о том, сколько будет дважды два, демократы, республиканцы обязаны отвечать по-разному, логика развития конфликта. Чем более демократы будут помогать Украине, тем более республиканцы будут их за это критиковать. Но чем более республиканцы будут их за это критиковать, тем более демократы будут помогать Украине. А это означает, что для США заключение здесь мира крайне нежелательно, кроме версии неоспоримой победы Украины. В этом случае, конечно, да. В остальных случаях они не будут заниматься склонением сторон к миру. Но я думаю, до своих выборов, а это все-таки ноябрь 2024 года, то есть, мягко выражаясь, это еще два полных года от сегодняшнего момента. Проблемы здесь заключаются в очень серьезных расхождениях в ЕС. Дело в том, что, обратите внимание, говоря о проблемах России, мы все время упускаем из виду очень серьезные проблемы Англии. В действительности ведь всегда предполагалось, и мы об этом говорили, и писали, и рисовали на пиктограммах, что именно Великобритания будет основным актором борьбы с Россией. Но смерть Елизаветы II, крайняя политическая нестабильность, экономическая нестабильность, а отсюда и внутренние социальные проблемы, в общем-то, привели к тому, что Англия сейчас, ну, по сути, если не будет сделано чего-то крайне неожиданного и резкого, если не сыграет дикая карта, то Англия сейчас не способна конструировать макрорегион и решать украинскую проблему. И США постепенно заменяет ее в этой позиции, что, в общем, для Англии крайне негативно, но и для США тоже не очень полезно. Важно другое. После того, как у нас образовывалось вот это океаническое единство, США меняет Великобританию как сторону конфликта, Европа волей и неволей оказывается в положении, а теперь вы занимаетесь Россией и Украиной сами. А вот насчет сами, с этим все плохо. Польша, безусловно, к этому готова. Но уже в отношении Германии возникает ряд проблем. Особенно с учетом того, что сами же немцы откровенно заявляют, что следование существующей политики привело к экономическому кризису, который далее будет только усугубляться. В этой ситуации, смотрите, у нас одновременно рушатся сразу несколько сценариев. У нас, похоже, рушатся сценарии на Ангкбританскую империю, на резонансное восстановление империи в том или ином виде, хотя бы как макрорегионы. У нас под очень большим вопросом после военного поражения в Херсоне российский сценарий. Но все совсем плохо с европейскими сценариями. Потому что на данный момент времени сценарий империи Карла Великого, Европа разных скоростей, Франция, Германия плюс Польша плюс сателлиты, кажется довольно маловероятной, потому что Германия перестала быть Европой высоких больших скоростей. И Франция перестает быть на наших глазах. Вариант Австро-Венгрии тоже начинает плохо работать, потому что Польша и Венгрия сейчас находятся на разных позициях, в том числе по отношению к энергетике, в том числе по отношению к конфликту между Россией и Украиной. В результате постепенно начинает формироваться как решающий самый неудачный из европейских проектов Речь Посполитая. И я сейчас не вижу, как можно помешать созданию гораздо более тесного, в том числе и военного союза, между Польшей и прибалтийскими странами. Благо все они теперь члены НАТО. Создание такой ударной структуры в рамках НАТО нам крайне невыгодно, но она крайне невыгодна и Европе, потому что тогда получается, что единственная точка ее политического развития оказывается в общем, называющаясь своими именами Польша, что для Европы является не лучшим предзнаменованием. Польша имеет сильный когнитивный код и очень слабый культурный, что означает, что данное образование Речь Посполитая будет весьма неустойчиво. Поэтому риск есть в Европе. И вот для Европы, обратите внимание, сейчас для ЕС заключение мира на тех условиях, которые я назвал проигранными для России, но относительно вменяемыми, это манна небесная. Это решит сразу все вопросы. Престиж. Если бы не Европа, Украина была бы оккупирована Россией, и это был бы полный кошмар. Это резкий подъем престижа Европы при резком падении престижа России. Да, это ненадолго, поскольку в дальнейшая ситуация привела бы, вернее, обязательно привезет к конфликту Украины с той же самой Польшей, но, по крайней мере, локально это решит проблему. Это даст возможность отказаться от части санкций. Причем, выглядит это будет так. Для того, чтобы пойти на мир и уберечь множество человеческих жизней, нам пришлось согласиться с требованием России на отказ от этих санкций, хотя, в действительности, ситуация будет совершенно противоположная. Европейцы будут умолять разрешить им снять санкции, и Россия даже за это дело будет что-то выторговывать по ходу. То есть, это будет выгодно, конечно, для них, а не для нас. Но это дает им определенные возможности. Отсюда вывод. Не США и не Англия, а Европа будет прилагать усилия к тому, чтобы был заключен мир. И Европе это выгодно как можно быстрее. Лучше до зимы. В крайнем случае зимой. В действительности, если мы переходим за март, ну, то есть, за год войны, если мы четко выходим на двух с половиной летний цикл, дальше маловероятно, что Европа будет что-то делать, или, вернее, что она сможет что-то делать. Но вот сейчас, с учетом позиции в русских элитах, такая возможность есть, и она будет оставаться. Нужно четко понимать, что определенный консенсус в России, безусловно, связан с Владимиром Путиным, и, что называется, фактически на Владимире Владимировиче этот консенсус целиком и полностью держится. Поэтому возникающая ситуация дает очень серьезные шансы и очень серьезные риски. В данном случае, когда мы говорим о безопасности, и, например, есть точка зрения, что президент не летал на Ж-20, прежде всего, есть соображение чисто формальной физической безопасности. Не исключено, что в данном случае основания для такого решения и были. Во всяком случае, то, что сейчас будет много, ну, я не знаю, как это вспомнить, что в свое время Федеркастро пережил, по-моему, более сотни покушений. Сейчас, конечно, вся система безопасности организована очень даже неплохо. Но то, что будут попытки найти прорехи в этой системе безопасности, и что заниматься этим будут европейцы, ну, а, естественно, в качестве там конкретных фигур на острие удара это будут те или иные украинцы или даже русские, связанные с Украиной. В этом у меня нет никаких сомнений. И вы спрашиваете про сценарный ключ. Сценарный ключ здесь. Смотрите. Сейчас уже мы начинаем постепенно двигаться в этом направлении. История с падением ракеты украинской на территории Польши она может быть гораздо более серьезной, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что, ну, упала ракета, ну, погибло два человека. Ужас, кошмар, конечно. Но, в общем и целом, ничего страшного. Но ракета упала недалеко от одного из базовых радаров НАТО. Представим себе, что эта ракета упала не случайно, что у нее как раз была цель. То есть это попытка Украины начать некоторые самостоятельные действия и снять структуры, ну, по крайней мере, физические какие-то возможности НАТО уменьшить? Нет, это очень высокая вероятность втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Поскольку в ответ на уничтожение системы радара данного дальнего предупреждения вообще-то по уставу можно получить запуск ракеты. Это не 100% так, но вероятность этого достаточно велика, что больше половины – это точно. То есть случись что-то более серьезное, не успели бы разобраться, как это произошло? А могли и не начать разбираться. В подобной ситуации иногда стреляют быстрее, чем разбираются. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы потихонечку начинаем двигаться в ситуацию, когда откровенно бандитские решения, бандитские решения на уровне покушений, спецслужб и так далее, на уровне терактов, террористические решения, они становятся явно приемлемыми для сторон. То есть это начинает рассматриваться как элемент политического давления. Не как элемент чисто военной необходимости, а как элемент политического давления. И обратите внимание, это же у нас идет разговор не одноразовых террористов Организации Уважения Палестины. Это серьезные подготовленные люди, подготовленные спецслужбами и, возможно, многие готовились десятилетиями, чтобы получить такую возможность. Я очень серьезно говорю, что мы сейчас входим в этап, когда это становится частью политического давления, это становится вероятным. И вот смотрите, вот ситуация с данной ракетой. Она уже была сценарным триггером. Этот триггер не сработал. И я не знаю, почему он не сработал. С одной стороны, повезло, ракета попала не туда. С другой стороны, Европа продемонстрировала, ну, как мы уже говорили, Европе нужен мир. И втягивание в еще более серьезную войну она явно не готова организовывать со своими собственными силами. Это так. Тезис американский был, что это все-таки украинская ракета. Нет, ракета действительно украинская. Нет, ну они же могли триггер поддержать. Ну, здесь ситуация следующая. Вот я и о чем говорю. Ни одна сейчас на расширение этого конфликта не играет никто, кроме Украины. Но обратите внимание, это игра на расширение. А, например, серьезное покушение на президента России с точки зрения Европы игра на сжатие конфликта. Причем на условиях, выгодных Европе. Отсюда я склонен думать, что сейчас у наших спецслужб ну, в общем, очень горячая пора. И я думаю, что немногие вопросы сейчас будут решать по системе ужесточения всех форматов контроля. С чем мы, кстати, уже потихонечку начинаем сталкиваться. А в общем и целом, при всем том, что выглядит все-таки, конечно, полным идиотизмом, я имею в виду, третий никому не нужен осмотр в Пулково, но сам по себе факт, что террористическая угроза резко увеличилась и именно после отвода из Херсона войск, это правда. И эта часть игры направлена на прекращение войны на условиях Запада. Ну что ж, все как прежде интересно. Спасибо, Сергей Борисович. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова